Здравствуйте! Вы смотрите программу «Наше время» в студии Владимир Сорокин. Сегодня исполняющий обязанности губернатора Севастополя Алексей Чалый вручил председателю законодательного собрания Юрию Дойникову проект «Устава города». В беседе он акцентировал внимание на том, что сейчас Севастополь фактически работает вне правового поля Российской Федерации. Посему он попросил депутатский корпус как можно скорее принять основной документ города. «Устава города представляет собой некоторую смесь, которая получит в результате работы с уставом, которую предлагал Горсовет. Предлагали сотрудники, работавшие здесь. Прошел первичную проверку сотрудниками соответствующих федеральных служб и стал гораздо худее, чем были начальные версии. Более соответствует тем современным подходам, которые существуют в российском законодательстве. В частности, содержит большое количество ссылок на существующие законы и дает много свободы в расширении. То есть, устав такой постановочный. То есть, уже конкретика будет определяться в законах, которые нужно будет дополнительно принимать далее. Я бы хотел обратить внимание на то, что сейчас принятие этого документа крайне важно, потому что мы живем по большому счету вне правового поля. Это затрудняет деятельность текущую исполнительной власти и влияет в том числе на те острые проблемы, такие как выплаты пенсии, бюджетов и вообще нормальное оперирование городских служб. Поэтому у меня большая просьба принять вот эти все обстоятельства внимания и приложить к депутатам всем. И приложить все усилия для того, чтобы данный устав был принят как можно быстрее. Сегодня же в законодательном собрании Севастополя состоялся президиум по вопросу принятия устава города. Документ содержит в себе немало новаций, но не всем депутатам они пришлись по душе. И тем не менее, решение внести рассмотрение проекта на завтрашнюю сессию было принято. Проект устава города Севастополя содержит в себе несколько положений, которые ранее не были распространены во властных структурах города. Согласно пунктам документа, государственную власть Севастополя будет осуществлять высший законодательный орган, то есть законодательное собрание. Исполнительным органом власти станет новосозданное правительство Севастополя. Высшим должностным лицом будет губернатор города. Существенные изменения должны коснуться количества депутатов законодательного собрания. Планируется, что вместо 76 депутатов останется лишь 24. Избирать их будут раз в пять лет. Согласно уставу, губернатор и законодательные собрания будут равны в правах. На заседании поэзидиума не все его члены были полностью согласны со всеми положениями проекта. Желание внести в него определенные поправки высказал Геннадий Басов. Есть несколько вопросов к этому уставу, в которые необходимо внести поправку. Если эти поправки не внести, то в дальнейшем я вам хочу сказать, что город Севастополь будет иметь определенные последствия, связанные с тем, что наш город будет напоминать своего рода структуру или объединение, или просто общину, которая будет иметь, или на общину будет иметь, достаточно мало прав. Достаточно мало возможностей. Геннадий Басов обещал предложить поправки уже на завтрашней сессии законодательного собрания. Один из вопросов, который возник у членов президиума – нужно ли вообще Севастополю правительство. Согласно проекту, должность подседателя этого органа и губернатора города может занимать как два человека, так и один. Свой ответ на этот выпад нашелся у присутствовавшего на президиуме депутата Московской городской думы Виктора Селиверстова. Также, согласно проекту документа, законодательное собрание планируется наделить правом законодательные инициативы в Госдуме. Губернатору делегируют право распуска депутатского состава, но сохранится возможность обратной процедуры – выражение недоверия губернатору. Реакция 14 членов президиума на положение проекта была неоднозначной. Высказывались за внесение поправок и другие депутаты. Заметили в положении устава и системные ошибки. Зачем мы будем оттягивать, если это шаг, позволяющий нам двигаться дальше? Лучшее – враг хорошего. Вот мы сейчас будем сравнивать пять проектов, и мы не договоримся даже этим составом. И есть устав, который инически выдержан, который позволяет нам двигаться дальше. Я выразил свое мнение. Разногласия во мнениях между членами президиума все же не помешали вынести осмотрение проекта устава Севастополя на завтрашнюю сессию законодательного собрания. Светослав Данилов, Денис Корвель, программа «Наше время». Новые варианты маршрутов на Крымском полуострове. Такой вопрос обсудили севастопольские транспортные предприятия и ведомства с заместителем министра транспорта Российской Федерации, руководителем Черноморского филиала транспортной дирекции и представителем Ространснадзора. На повестке дня – организация поставок грузов и перевозок пассажиров. Также рабочая группа приняла решение о судьбе маршрутов, которые функционируют между Севастополем и другими населенными пунктами Крымской Республики. Мультимодальные перевозки, чтобы можно было приехать на поезде до Краснодара или до Анапы, пересесть на автобус, дальше через паром попасть до любого населенного пункта Крымского полуострова, включая Севастополь. Сейчас такие схемы прорабатываются с тем, чтобы цена была доступна. Совет министров принял, Севастополь поддержал. Исполняющий обязанности главы городминистрации Дмитрий Белик подписал распоряжение о коэффициенте и пересчете цен на товары и услуги. Согласно документу, отныне торговые точки обязаны устанавливать цены, исходя из коэффициента перерасчета с гривны на рубли в размере 3,1. Решение в Крыму и у нас пересчет для субъектов хозяйствования 3,1. Чтобы они понимали, что в этой ситуации те зарплаты и те выплаты социальные пенсии, это пересчитывается для работников бюджетной сферы, но не как на товары и услуги, скажем, сегодняшнего дня. То есть все ценники они должны пересмотреть в эту сторону, пересчитать. Конечно, это опять не один день, это может 2-3 дня быть. Но у нас есть соответствующие контролирующие службы. Мы дадим, скажем так, срок до понедельника, чтобы они успели все это пересчитать. На сайте администрации это распоряжение опубликовано. Все субъекты хозяйствования деятельности в городе должны пересмотреть свои, скажем так, цены на товары и услуги в сторону уменьшения стоимости товаров в рублях. В Севастополе развернут центр по изготовлению паспортов граждан Российской Федерации. В нем трудится свыше 200 специалистов. Задача сотрудникам Федеральной миграционной службы России в кратчайшие сроки обеспечить всех желающих удостоверением личности. Как идет работа, видела Наталья Двойцина. Центр по изготовлению паспортов гражданина Российской Федерации. В Севастополе он открылся в последних числах марта месяца. Здесь работают сотрудники территориальных органов Федеральной миграционной службы России. Свыше 220 человек прибыли из разных регионов страны. Начиная от Сахалина, Дальнего Востока и заканчивая Краснодаром, Северо-Кавказским округом. То есть абсолютно Якутия, Москва, Питер, Ростов, Краснодар – все здесь, Курск. Поэтому собрались лучшие специалисты, которые в кратчайшие сроки готовы исполнять возложенную на них задачу и, соответственно, исполнить решение нашего президента. В центре, как в цеху, работа осуществляется в три смены, каждая по 8 часов. С момента открытия здесь уже было изготовлено 50 тысяч паспортов гражданина Российской Федерации. Столько же в производстве и сейчас. Процесс непрерывный. В каждой смене трудится по 70 человек. Первично документы принимаются в пунктах приема. Потом по реестру передаются сюда, в центры обработки. И здесь информация обрабатывается в соответствии с законодательством, то есть с защитой персональных данных. И в дальнейшем передается для выдачи. В центре несколько отделов. В первом обрабатываются заполненные анкеты. Персональную информацию вносят в базу данных Федеральной миграционной службы России. В следующем паспорт оформляют. Затем документы передают уже в другой отдел, где в них клеят фотографии, после процедуры ламинирования. В заключительные этапы вносится отметка о регистрации по месту жительства, печать и подпись. Механические ошибки происходят, человеческий фактор присутствует, но они устраняются всем в процессе изготовления. То есть паспорта у нас выдаются с достоверными сведениями. В центре изготовления паспортов работает и группа волонтеров из Москвы, Самары и других городов России. Александр Пахомов приехал в Севастополь неделю назад. Я все хотел хоть как-то помочь новому региону России. И, во-первых, был очень рад этому. И получилась такая возможность, что на месяц приехать, может быть, даже и подольше, посмотрим, какие будут условия, помочь заполнить паспорта. В среднем за сутки здесь изготавливается свыше двух тысяч паспортов. Подобные центры уже функционируют в Керчи и Саках. Планируется открытие и в Ялте. Рассматривается и вариант организации горячей линии. Специалисты говорят, будут работать до конца, а точнее до тех пор, пока не будет выполнена главная задача. Обеспечить всех желающих паспортами гражданина Российской Федерации. Наталья Двойцина, Екатерина Долгополова. Программа «Наше время». Выход есть. С 10 апреля на все острые вопросы переходного периода ответят специалисты по телефону горячей линии 1563. Прием звонков будет осуществляться по графику в рабочие дни с 8.45 до 17.45. После того, как Севастополь и Крым вошли в состав Российской Федерации, у горожан возникает немало вопросов о новой жизнедеятельности региона в разных сферах. Я не могу получить пенсию за март месяц. Как сейчас будут выплачивать пенсию? Непонятно ли будет ЭГЭ в этом году? Непонятно, в какие вузы в Севастополе можно поступать? Ну, какие будут русские, украинские? Когда будут делать загранпаспорта для детей, уже нынешних российских граждан? И когда у нас будут полностью документы для выезда куда-нибудь отдыхать? Вот лета же скоро. С целью разъяснения севастопольцам актуальных вопросов было принято решение на базе Коммунальной организации Службы информации и помощи населению создать горячую линию с привлечением профильных специалистов. Звонки принимаются по номеру 1563 со стационарных телефонов или CDMA. Линия обслуживается бесплатно и по четкому графику. На земельные вопросы специалисты ответят в понедельник и пятницу. По социальным проблемам можно обращаться во вторник, среду и четверг. По здравоохранению линия работает в среду и пятницу. Специалисты по вопросам образования и торговли принимают звонки два дня – во вторник и четверг. По начислению пенсии можно обратиться в понедельник, среду и пятницу. По транспортному обслуживанию работает специалист в понедельник и пятницу. А юридические консультации будут производиться в понедельник. Для ответов на наболевшие вопросы граждан выделяется четыре линии и, соответственно, четыре специалиста. А ещё два принимают круглосуточно заявления и жалобы по вопросам ЖКХ и аварийным ситуациям. За сегодняшний день поступило 194 звонка в нашу службу. Это за сегодняшний день. Фактически с нуля часов по данную минуту 194. 10 апреля по графику четверга работают представители трёх отраслей – социальное образование и торговли. Елена Громова говорит, по соцвопросам поступает большое количество звонков. Только за последние 15 минут на горячую линию обратилось порядка 10 человек. Елена Громова отмечает, людей интересуют в основном сроки социальных выплат и место, где их можно забрать. Охватываем все вопросы и льготы, и социальные выплаты. Это и инвалиды, и опека, которая предоставляется опекунами, и малообеспеченные семьи, и социальные выплаты семьям с детьми, предусмотренные законодательством Украины. Немало вопросов поступает по поводу будущего школьников и студентов. Это переводы детей из вузов Украины в вузы России, это поступление наших детей, это окончание учебного года, порядок окончания. И вопросы связаны, конечно же, с выплатой заработной платы бюджетникам. Должна сказать, что сегодня зарплату начали выдавать, что всё в порядке, движение пошло. Профильные специалисты работают для горожан по чётко определенному графику и только в рабочие дни недели с 8.45 до 17.45. Суббота, воскресенье, выходной. Елена Корнохова, Екатерина Долгоболова, программа «Наше время». Сегодня в Севастополе прошел митинг в поддержку юго-восточных регионов страны. Около 600 человек скандировали «Фашизм не пройдёт» и «Восток мы с тобой». В руках участники митинга держали плакаты с призывами провести референдум в Донецкой, Луганской, Харьковской областях. На голосовании предлагается вынести вопросы оставаться в составе Украины или присоединиться к Российской Федерации. Я пришел, чтобы поддержать наших братьев, которые живут на Украине и страдают от той власти, которая на Украине на сегодняшний день. Это аферисты, бандиты. Они думают только о себе, набивают карманы. О народе они не думают. Поэтому этот народ спасёт только референдум, который проведут на Украине. И эта власть получит по заслугам своего, чего они заслуживают. Я поддерживаю украинский народ простой, который трудится для своих детей, который мирный, всегда созидающий. Против правого сектора. Они разрушители, они под влиянием Запада и тех прихвостей, которые сейчас у власти в Украине. Сегодня охотники и рыболовы Севастополя вышли на пикет. Люди винят руководителя общественной организации в некачественном выполнении своих обязанностей. По словам собравшихся, председатель общества охотников и рыболовов незаконно присваивает себе членские взносы. На пикет собралось около 20 членов Севастопольского отделения общества охотников и рыболовов в цель мероприятия выразить протест действия руководителя организации и избирательному органу Совету. Проблема состоит в том, что правление нашего СУОРа Виктора Михайловича Евлашкина не выполняет свои функциональные обязанности. По одной простой причине не идет на диалог с охотниками, не идет на встречу с обществом, не выслушивает людей. И какие-либо заявления игнорирует. Не выполняет те функции, которые должен выполнять как председатель. Помимо охотничьих угодий, выделены общество охотников и рыболовов и места для швартовки лодок. По словам членов общественной организации, причалы были незаконно переданы коммерческим структурам. Несмотря на решение суда, рыбаки не могут вернуть их уже несколько лет. Решение суда восстановить общественную организацию и вернуть нам причал. Вот по сей день мы не можем ничего. Мы уже бьемся, не знаем, что делать. Никаких решений он сказал исполнительному. А я уже продал его кому и кочу я буду возвращать. А исполнительная служба что говорит? Разводит руками. Мы не знаем, что делать. Мы не знаем, что делать. Они уже отдали причал. Мы не знаем, как восстанавливать и что с вами делать. Связаться с Виктором Явлажкиным, председателем общества охотников и рыболовов, нам не удалось. Его телефон не на связи. На данный момент абонент не может принять ваш звонок. Подошлите смс-позаду меня, а вы затылку на это будет несколько длиннейшая. Охотники и рыболовы Севастополя говорят, каждое воскресенье будут собираться на летней эстраде Приморского бульвара, пока не наберут необходимое количество голосов для отставки руководства организации. Дмитрий Слезовский, Екатерина Долгополова. Программа «Наше время». И это не все новости на сегодня. Далее вы увидите. Дорогами Крыма. Из Севастополя стартовал автопробег, который пройдет через весь полуостров и завершится в городе-герое Керчь на горе Митридат. Тонкости искусства. В экспозиционном зале Союза художников Севастополя открылась выставка произведений керамической живописи. Скорой Москва-Россия. Режиссер и продюсер Игорь Волошин презентовал свою новую комедию. В конце марта ряды организаций, в том числе и Севастопольское отделение Укрпочты, перешли в собственность города. Решение приняли в связи с проблемами в банковской системе. Пенсии и социальные выплаты было решено проводить через почтовые отделения. О тонкостях работы в переходный период расскажет Александра Толкачева. Передавать мысли на расстоянии не вымысел. Отчасть их повседневной работы с толстой сумкой на ремне, бланками для телеграмм и конвертами. Почтальоны не расстаются уже не один десяток лет. С годами атрибутика почти не меняется. Так было и во времена распада Советского Союза, и сейчас, когда городское отделение Укрпочты стало почтой Севастополя. Международные стандарты предполагают, что система не изменится в корне. Процедура пересылки писем, денежных переводов и оплаток коммунальных платежей останется прежней. Даже купленные про запас украинские марки пока останутся в ходу. Их можно использовать для пересылки корреспонденции по Крыму. Климентам не нужно беспокоиться по поводу их обмена. Они могут их использовать, как и ранее. Точно так прийти в отделение связи. Если есть марка, приобрести у нас конверт. Если конверт с марочкой, осуществлять эту пересылку мы принимаем. А вот на прилавках марок с трезубцем уже не найти. Неделю назад их сменили новые, российские. Зато тарифы на почтовое отправление, будь то посылки или бандероли, и в Украину, и в РФ будут одинаковыми, как внутри одной страны. А прием и выплату денежных переводов можно будет осуществлять в рублях. Также с 1 апреля севастопольские читатели получили полный доступ к российской корреспонденции. Все севастопольцы могут прийти в отделение почтовой связи и оформить подписку на российские издания. Каталог содержит очень много периодических изданий, как газет, так и журналов, научно-популярной литературы. В то же время севастопольцы, которые оформили годовую или полугодовую подписку на украинские издания, будут получать их как прежде. Александра Толкачева, Наталья Бабкевич, программа «Наше время». Дорогами Крыма сегодня из Севастополя с площади Нахимова стартовал автопробег, который пройдет через полуостров и завершится в городе Герой Керчь на горе Митридат. Мероприятие приурочено к 70-летию освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков. Всего в автопробеге принимает участие 15 машин. Они пронесут по дорогам Крыма флаг Керчь без фашизма. В рамках предстоящих празднований освобождения города от коричневой чумы участники акции возложат цветы и венки к мемориалу воинской славы и памяти павших в борьбе с оккупантами. Организаторами мероприятия выступила общественная организация «Севастопольский комитет обороны». По словам активистов, автопробег призван объединить всех, кто участвовал в обороне Крыма и Севастополя против фашизма. В экспозиционном зале Союза художников Севастополя открылась выставка при произведении керамической живописи. В необычном проекте художника Анатолия Ярышкина участвовало около 30 авторов. Здесь и известные в Севастополе художники, и просто любители. На выставке побывала Наталья Брайко. У популярного севастопольского художника Анатолия Ярышкина есть редкое качество. Делиться своими знаниями и умениями с другими. Идея проекта живописи на керамических плитках возникла спонтанно. У меня гостил Миша Алдашин. И однажды ему предложил, Миша, давай тебе плитку, красочки, и ты нарисуешь. И вот он нарисовал серый работ, там они вестят собачки, и уехал. Так из подваль родилось желание создать свою школу обучения живописи на керамических плитках. Друзья художники, врачи, программисты стали учениками. Всем, кто решился попробовать свои силы в этом довольно редком виде искусства, было интересно создавать незатейливые сюжеты. Работа на керамике – это просто фантастика. Потому что это настолько непредсказуемо. Это кроме твоего участия личного, это, наверное, какое-то божественное проведение. Потому что до того, как плитка будет обожжена, совершенно невозможно предсказать, что из неё выйдет. Цвета меняются, восприятие сюжета меняется. То есть это классно, это алхимия. У каждого автора свой стиль, своё оригинальное восприятие мира. Идеи картин рождались словно из ниоткуда. Образы, дремавшие в сознании авторов, проявились благодаря накопленным эмоциям. Все работы, которые здесь, собраны за два месяца. И вот эти два месяца, вы знаете, что они были для всех нас очень переживательны, волнительны. Потому что менялось очень многое в нашей жизни. И Толик решил сублимировать вот эту энергию, возникшую в результате этих потрясений, в искусство. И вот посмотрите, какие они эмоциональные, какие они все яркие, эти работы. И мне кажется, что на них вот такой отпечаток времени, они уникальны, неповторимы. Творчество – уникальное состояние. Человек счастлив от того, что создаёт. И вдвойне счастлив от того, что дарит это другим людям, зрителям. Редко на какой выставке можно увидеть такое количество улыбок. Людей улыбающихся, доброжелательных. Или это продолжение того, что мы продолжаем быть в состоянии праздника. Или вот, ну, это просто изумительно. Все улыбаются, все счастливы, все рады. Побольше нам такого. Спасибо за выставку, Ерышкин, и за учеников. Наталья Брайко, Наталья Бабкевич. Программа «Наше время». Российский режиссёр и продюсер Игорь Волошин, который родился и вырос в Севастополе, не изменяет своей традиции. Каждый свой новый фильм он прежде всего везёт в родной город. Так вчера состоялся пресс-показ комедии «Скорый. Москва. Россия». Побывала на мероприятии и Наталья Альчикова. Здравствуй, легендарный, любимый город Севастополь. Привет, мой родной город. Вот мы и добрались до тебя. 9 апреля в кинозале торгового центра «Апельсин» состоялся до премьерной в Севастополе показ нового фильма известного российского режиссёра-севастопольца Игоря Волошина «Скорый. Москва. Россия», который режиссёры вместе с актрисой Ольгой Симоновой лично представили своим землякам. Мы рады, что мы показываем фильм в нашем городе. И, как я говорил, начиная с проката «Бедуина», который был абсолютно ограниченным, потому что это такой был арт-хаусный фильм, с прекрасной Ольгой Симоновой, с нашей соотечественницей, тоже из города-герой Севастополя. Мы понимали только одно, что фильм должен идти везде, максимально везде, но когда какие-то там были у кого-то сомнения, у меня вообще их не было. Будем здесь показывать и всё. Как дальше всё будет развиваться, мы посмотрим, но этот фильм для людей, людям он нравится, и мы уверены, что на него пойдут. Это история про парня, который душу готов продать, лишь бы набрать миллион просмотров для своего видео в Ютуб. На пути к своей цели он оказывается в скором поезде «Москва-Владивосток», где сталкиваются с американской актрисой, страдающей аэрофобией. В пути незнакомцев ожидают такие приключения, что они отстают от поезда, который пытаются догнать, продвигаясь по нашей непредсказуемой и сказочной России матушке. Ведь каждому из них нужно оказаться во Владивостоке ровно через 7 дней, по причинам, которые они тщательно скрывают друг от друга. Кинорежиссер, актер, продюсер Игорь Волошин, лауреат премии «Триумф», дважды лауреат премии «Теффи», автор нашумевших фильмов «Нирвана», «Я», «Бедуин», «Олимпиус Инферно». В 2010 году совместно с продюсером Александром Орловым он основал кинокомпанию «Булдозер Филмс». На днях премьера фильма «Скорый Москва-Россия» с успехом прошла в Москве. «Последний вопрос был адресован мне. Вопрос был такой. Игорь, откуда вы родом?» И зал, нет, тут Игорь сделал паузу, тут зал стал кричать «Севастополь!» Это было здорово. Да, я подбежал, говорю, «Севастополь». Он говорит, к вам вопросов больше нет. В фильме снимались популярные артисты Сергей Светлаков, Павел Деревянко, Юрий Стоянов, Виктор Проскурин, Ингиборга Дабкунайте, Ольга Симонова, а также звезды Голливуда, Маргарита Левиева и любимец Квентина Тарантино Майкл Мэтсон. Русская актриса бывшей быть не может. Генерал, я же вам всегда говорила, что русские не сдаются. В широкий прокат «Севастополь» фильм выходит 17 апреля. Наталья Альчикова, Денис Александрович, программа «Наше время». На Пасху у крымчан не будет дополнительного выходного. В Трудовом кодексе Российской Федерации указано, что Пасха не входит в перечень нерабочих праздничных дней. Об этом говорится в статье 112 Трудового кодекса. В соответствии с этим, следующий день после Пасхи является рабочим днем. В этом году главный христианский праздник отмечается в воскресенье 20 апреля. О событиях и спортивной жизни города расскажет наш спортивный обозреватель Владимир Милянский. В спортивном комплексе «Мусон-Арена» завтра финиширует перенос из Севастополя по баскетболу среди юношеских команд школ. Соревнования проходили в двух возрастных группах, а старт взяли 37 команд. В финал вышли сильнейшие. Среди сборных пятых и шестых классов встречаются команды 38-й и 45-й школ. Противостояние наставников ребят Александра Пухтинова и мастера спорта Светланы Гончарова. Среди юношей девятых и одиннадцатых классов борьбу на паркете поведут баскетболисты первой гимназии, учитель физкультуры Юрий Кириллов и ребята из 24-й школы, учитель физкультуры Юлия Пилипчук. Главный судья баскетбольного переноса Игорь Юр отметил возросший класс юношей баскетболистов и тот факт, что всего проведено более 200 игр. Старт взяли 37 команд, а в двух финалах борьбу за победу вели 24 сборные севастопольских школьников. Традиционные призы ждут всех участников финала и учителей физкультуры, а вручит награды президент Федерации баскетбола Владимир Плотко. В Севастополе настоящий баскетбольный бум. Владимир Мирянский, Виктор Афонин. Программа «Наше время». И это все события, о которых мы успели вам рассказать. Вы смотрели программу «Наше время». В студии был Владимир Сорокин. Всего доброго. Проект устава города. Документ рассмотрят на очередной сессии законодательного собрания Севастополя. Новые маршруты. В Крыму состоялась встреча транспортников с чиновниками Министерства транспорта Российской Федерации и представителем Ространснадзора. Каждому по удостоверению личности. В Севастополе развернут Центр по изготовлению паспортов граждан Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин